Всем привет! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая Жизнь. Сегодня суббота, раннее утро. И, конечно же, кофе. Это моя кружка. Посмотрите, какая прикольная! Тоже зеленая. Знаете, ты вся зеленая. Вот тут кофе. И я вам желаю доброго утра, прекрасного настроения. И, конечно же, принесла я сейчас сюда некоторые растения. Что-то там полить. То есть, естественно, сначала поливаем, потом уже кофе себе наливаем. Это естественно. И вот, вы знаете, принесла сюда свою пиларгонию. В середине мая она у меня приходила. Вот ее название. Эукамент. Что-то вот такое вот. Знаете, видео о распаковке у меня есть. Если кому-то интересно, в описании я добавлю. Зайдите, посмотрите, какая она у меня приходила. Вот. И я принесла сюда, вы знаете, и остановилась. И я остановилась, думаю, это надо снять. Это надо снять, это надо вам показать. Посмотрите, какая она стала красивая. Думаю, ну какая же ты! Ну какая же ты классная! Она ароматная. Если у вас в коллекции еще нет ароматной пиларгонии, вам обязательно она нужна. Я вам это точно говорю. Вообще, первый раз душистую, ароматную и очень красивую пиларгонию. Я увидела видео на канале у своей дорогой подписчицы Натальи. У нее тоже есть свой канал. Называется «Моя орхидейная жизнь». Если кому интересно, зайдите, посмотрите. В нее прекрасные орхидеи, великолепные. Ну и еще тоже есть растения. И вот первый раз я увидела у нее такую пиларгонию. И потом случайно увидела в магазине, в закупе. И на свой страх и риск, потому что они очень тяжело переносятся дорогу на самом деле, я ее заказала. Она пришла, была она слабенькая, честно вам скажу. И то есть, в принципе, как я всегда все это и делаю, я смахнула ей голову, поставила воду на укоренение, а потом, когда она дала какое-то подобие на корешки, я ее тут же засыпала вот в этот стаканчик прозрачный. Вот видите, она носит у меня в прозрачном стаканчике. Вот, и я сразу же поставила ее на фитилек. То есть, вот так вот она выглядит. Сейчас я налила туда растворчик, ну, для обычной гидропоники. И вот она его выпивает, маленько подсыхает, и я снова наливаю туда раствор. Вот эти вот белые крошки, это вот у нас ремонт был. Где-то кисточкой смахнуло, а где-то не досмахнуло. В общем, если что, это от ремонта. Летом был небольшой косметический ремонт. В общем, смотрите, какая красивая. Скажите, она прям красивая-красивая. Ну вот, дел сегодня куча. Все буду снимать, потом смонтирую видюшку и выложу ее. Вообще, у меня сегодня планы, конечно, наполеоновские. Хотела показать вам свои хойки, потому что есть результаты интересные. Буду рассказывать, все показывать. А также, посмотрите, вот мой листик замика моего. Посмотрите. Ставила я его, этот листик на укоренение 19 февраля этого года. Вот, видите, этого года, да. И вот такие вот. Я уже показывала, что у него очень хорошие результаты. То он дал клубенек, то он очень быстро. Потом листиком он долго-долго стоял. И потом вот два росточка у него. Пока они стояли вот так вот, я как бы и не трогала. Вот, а сейчас смотрю, листик пожелтел совсем плохенько. Ну, и как бы мне желтизна особо не нравится. Поэтому я решила, что сегодня мы с вами его пересадим. Поставим в какой-нибудь симпатичный кашпо. И будем за ним дальше ухаживать, как за обычным замиокулькасом. То есть вот так вот. То есть замиком займемся. По плану у меня сегодня посадить еще одну орхидею в лечузу. И, в общем, вы ничего не пропустите. Я обязательно все-все покажу. Ну, все. А сейчас время ароматного кофе. Так, ну, посмотрите. В качестве еще одной орхидеи, которую я хочу использовать для посадки в лечузу, это будет моя очень старая орхидея. Это обычный фалинопсис белого цвета. Практически неубиваемая орхидея. Столит как адаптированная. Цвела она у меня очень красиво каскадом. Так что корни раскуплены. Что я сейчас делаю? Я сейчас достану все это из банки. По размеру корневую подберу ей кашпо. И будем делать посадку. Все вам покажу. Ну что, приступим. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил 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 DimaTorzok.